Добрый день, друзья, подписчики и гости канала. Сегодня я решил начать делать сверлильный станочек. Посмотрел в ютубе кучу роликов, выбрал, как на мой взгляд, самое такое лучшее, простое, оптимальное. Ну и буду потихонечку двигаться. Хочется сделать небольшое простое устройство, которое по силам повторить каждому, чтобы оно было функциональным, чтобы оно хорошо работало и можно было пользоваться. За основу это будет, конечно же, дрель. Возможно, будет вот эта дрель. Хотя у меня есть еще старая советская, такая вот, знаете, мощная, железная, так сказать. Но у нее нету, конечно, функционала, как бы это, и она не меняет обороты, крутится только в одну сторону. Ну, посмотрю. Как вариант. Что у меня есть на сегодняшний день? У меня есть кусок 76-й трубы. Я ее немножко убрал, тут было понаваривано всякой ерунды. Выровнял на токарном, получилась вот такая вот стоечка. Почему круглая, почему такого размера? Смотрел, где люди используют профильный металл. Ну, как-то оно хлипковато, что ли. Может, если больше, как бы, сечения, то, может, и нормально. Ну, как бы там ни было, есть у меня вот такая вот труба. Она толстая, классная. Толстая на стеночке 3 миллиметра. Я думаю, что нормальная. Значит, у меня будет ход самой каретки порядка 40 сантиметров. Мне кажется, это достаточно. Значит, как это все будет? Вот такая труба, на которой будут вот такие вот двигаться одна, ну, две атака, наверное, раздвинутые каретка. Так как труба круглая, и вся конструкция может поворачиваться вокруг нее, я наварю вот такой вот прудик. Это, наверное, 12. Это будет ограничитель. То есть, здесь будет разрез, и оно будет упираться вот в эту штуку со всех сторон, постараясь поплотнее сделать. И, соответственно, будет только движение вверх-вниз, никаких движений вокруг не должно быть. Ну, вот, на сегодняшний день у нас такая вот задумка. Как это все будет происходить, не знаю. Я предлагаю вам посмотреть, как у меня все это дело получится. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, вот, стойка и такие вот, которые будут понесовываться. Ну, а здесь надо будет вставить, приварить прутик. Так, вот, таким вот образом. Ну, где-то вот так вот посверлю отверстие и, наверное, снизу провариваю сверху. Я думаю, это будет достаточно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 где-то здесь. Сейчас найду в центр. Так, надо будет наклонить чуть-чуть вперед. Отлично. Если надо наклонить вперед, надо сберенить и проглотить. Так, эта часть готова. Стоечка варилась на удивление ровно. Я думал, что может во время сварки ее потянет сильно. Теперь нам надо готовить саму калетку и крепление к грею. Так, ходит немножко плотно, но понятно, еще есть неровности, которые, я думаю, со временем будет хорошо. Так, с чего начать? Наверное, опустить эту штуку в нижнюю позицию и поставить дрель так, как я считаю, что она нужна. Отметил центр. Считаю, что где-то вот здесь должен быть. Дальше. Наверное, сейчас вытащу вот это крепление для начала. Ролик под тросик. Валик, ролик. А потом вырежу такую треугольную, две треугольных пластиночки, приварю их. Это все дело уже скомбинирую по месту. Ну, вот так он будет приблизительно. Думаю, ниже не стоит опускать. В любом случае здесь будет какое-то сверло или подкладка какая-то. Так что, я думаю, это минимальный размер. Дальше. Продолжение следует... 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 всем пока